Фотографии, представленные на выставке, сделаны во время экспедиции 2021-2023 годов на борту парусника Адмирал Блинсгаузен и рассказывают о деятельности команды в Греландии, Канадской Арктике и на Аляске. Фотографии, сделанные путешественником Тиитом Прули и его товарищами по экипажу, показывают необычные виды мира, которые видел знаменитые эстонские исследователи, которые, к сожалению, могут необратимо измениться в результате глобального потепления. На фотографиях можно увидеть арктические пейзажи животных, которые там обитают. Да и просто находиться в таком месте, как Арктика, по словам Тиита Пруля, это неописуемое ощущение. Испытываешь своеобразные эмоции, когда ты понимаешь, что раньше ты видел это место, например, по каналу National Geographic, а теперь ты сам находишься на нем. Тут даже мурашки по спине пробегают. А если ты еще кладешь в стакан с колой кубик тысячелетнего льда, то это что-то неописуемое. В наши дни все фотографируют на свои телефоны, но то, что находится на выставке, это своего рода дневник путешественника, который помогает запомнить и осмыслить увиденное. К счастью, во время арктических путешествий на паруснике адмирал Бринсгаузен в команде были люди, умеющие профессионально обращаться с фотоаппаратом. Благодаря им родилась идея показать некоторые из фотографий более широко. И даже теперь можно сказать, что на некоторое время кусочек Арктики находится в районе Немме. Я полагаю, что такая выставка сможет побудить людей задуматься о том, как же прекрасен мир вокруг нас, но при этом мы не должны забывать, что он может измениться. Арктика с каждым годом становится все более важным регионом. Мы знаем, что льды быстро тают, регион становится все более судоходным, в нем все больше и больше ведется экономическая деятельность. Он приобретает стратегические значения с точки зрения введения войны. Там многое происходит, и это интеллектуально захватывает, однако не стоит забывать, что деятельность человека имеет свои последствия и не всегда положительные. Выставку можно посетить в здании района управы Немме до середины марта. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Роман Васильев. Новости Таллина.